В этом году 60 лет страшной трагедии в деревне Эльборусова Мариинско-Пасадского района. Тогда, в ноябре 1961 года, при пожаре в школе погибли 106 детей и 4 учителя. На месте пожара спустя несколько лет был установлен памятник. В печальную годовщину жители района хотят построить рядом часовню и благоустроить братскую могилу. Подробности в нашем сюжете. 5 ноября 1961 года жители Эльборусова не забудут никогда. В этот день в результате страшного пожара многие потеряли детей, родственников, друзей. Аркадий Гаврилов один из тех, кому удалось выйти живым из огня. Ему было тогда 12 лет и он до сих пор помнит все до мелочей. Утром у ребят было хорошее настроение. В школе шел концерт, посвященный годовщине Октябрьской революции. В зал воровоз пламя от пола до потолка, так и темно-красный, как колесо крутится. И дикий вопль детей. Один раз. Больше криков уже не было. Они, такая волна, вот эта пламя прошла, там без юной пары, пламя, дым. Они просто задохнулись. Мы сидели троем, значит, на парте, не за парте, а на парте, наверх, вот так, чтобы видно было на сцене, что делается. Выбрали место по свободе, спрыгнули и к этому кошку. И там, как рыба, в щети засряли. Вот. И горим. В натуральном смысле горим. У Аркадия Михайловича было обожжено более 50% кожного покрова. Он один из 23-х человек, тяжело пострадавших в пожаре. И один из немногих, кому удалось выжить. 110 жителей были похоронены в братской могиле на Ильменькосинском кладбище вблизи деревни. Там старались свои памятники ставить. Вот, представляете, 60 лет прошло. Конечно, у кого-то уже там деревянное было, оно уже, конечно, не стоит, может быть. Кто-то из... Ну, более-менее поставили. Но они не одинаковые. Но вот они же, их же всех вместе хоронили. Думаю, наверное, как-то надо облагородить более-менее. Сейчас, конечно, постарались, там и дорогу сделали. Но хочется, чтобы, наверное, как-то более-менее лучше было. Автор Стеллы Стрижи память, которая стоит сегодня на месте сгоревшей школы, скульптор Владимир Нагорнов. Жители деревни очень хотели, чтобы он же и занялся проектом часовни. Надо памятник реставрировать. Надо эту плитку положить, часовню поставить. Все-таки же это место святое. И оно должно быть действительно святым. Чтобы память, память сохранилась. Макет благоустройства братской могилы и новой часовни уже готов. Вот эти вот памятники, они все одинаковые. Одной высоты, одной линии. Имена будут написаны только имя и фамилия. Я думаю, дети вот так вот. Ну, допустим, Иван Иванов. Вот, и год рождения, и дата гибели. Здесь будет изображение школы. Ну, чтобы как-то в памяти сельчан это осталось, вот, это будет в рельефе. Здесь будут слова тоже, посвященные вот тому событию. Для реализации задуманного нужны средства. На просьбу жителей Эльборусова откликнулся волонтерский альянс «Агровыбор». Мы обсудили с агро-волонтерами, скажем так, и многие сами вышли с предложением поддержать эти проекты. В агро-волонтерство сегодня входит очень много руководителей предприятий. В нашей отрасли, в аграрной отрасли. Я думаю, они тоже подключатся. И с большим желанием мы сами тоже начали осуществлять сбор денег. Я думаю, что каждый человек может помочь, и я тоже буду помогать. Мы проведем специальное собрание на эту тему, где обсудим наши дальнейшие действия по решению данной проблемы. Годы, прошедшие со дня трагедии, не смягчили ощущение горькой утраты, человеческой боли. Поэтому так важно привести в порядок места памяти. Подробную информацию о перечислении средств можно найти на сайте Эльборусовского сельского поселения. Ольга Алексеева, Дмитрий Салманов, Республика.